Здравствуйте! Вот приступаю я к печальному рассказу. А почему к печальному? Нормальному рассказу. О, он называется так, СССР и его распад. То есть, с одной стороны, о распаде СССР, а с другой стороны, его образование. Ну, в общем-то говоря, всё, что создано, всё сущее, достойно того, чтобы перестать, кажется, существовать. Так нас учат марксизм-ленинизм, марксистско-ленинская философия. Вот так нас учат она. И, в принципе говоря, всё, что рано или поздно гибнет, перестаёт существовать, вот эти вот причины распада, они существуют, заложены с самого рождения. Правда? Ну, вот причины, скажем, смерти живого существа, они заложены с самого его рождения. Ну, вот то, что в его конструкции кроется, вот причины его переставания, существования. Причины выхода из строя какого-нибудь механизма тоже заложены в его конструкции. Трущиеся детали рано или поздно так перетрутся, что перестанут работать. СССР. Когда он возник и почему? Дело было в 1922 году. В это время Ленин уже потихонечку отходил от активного руководства страной. Он уже так вот пережил, по-моему, первый удар, инсульт, так называли тогда удар. Вот. Но все же еще был руководителем страны. СССР создавался уже под мудрым водительством Сталина Иосифа Виссарионовича. Вот он уже, вот он подписывал договор. Союзный договор. В чем была идея? Зачем был создан СССР? Дело в том, что в ту пору еще господствовала мысль о мировой революции. То есть, что такое наша революция? Русская революция, как тогда говорили. Сейчас бы сказали российская, а так говорили русская революция. А это смысл такой. Самое слабое звено капиталистическое – это Россия. Ну, самая неразвитая страна из числа великих держав европейских. Вот в ней-то, в этой самой неразвитой стране и удалось свалить власть капиталистов. И прийти к власти партии нового типа, которая ставит своей целью создание нового, передового общества. Дело в том, что теория Маркса предусматривала смену экономических формаций. Следующая за капитализмом формация называлась у марксистов социализм и его высшая стадия – коммунизм. В отличие от, скажем, других формаций, значит, вот, например, капитализм, он зародился в недрах феодализма. И, в общем, там существовал. Ему стало тесно, и произошли антифеодальные буржуазные революции в Европе. Так говорили теоретики. И, значит, стала преобладать капиталистическая форма собственности, капиталистический способ организации труда. И, соответственно, под них подстраивалась надстройка государства с его законами. А вот социализм в недрах капитализма не возникает. Значит, делал Маркс вывод, надо помочь природе, экономике, миру, истории. Вот, значит, с помощью партии нового типа. Типа, собственно, партия заговорщиков. Ленин, хотя открещивался, что мы не заговорщики, мы вот... Это у нас столбовая дорога к светлому будущему. Мы по ней просто идем, помогаем реализовывать, значит, законы экономики, законы общественного развития. Да, вот это все едино. Как сказать, материалистическое понимание истории тогда это называлось. Вот, ну вот к этому моменту, к 22-му году, хотя мировая революция так и не произошла, и уже по всей видимости Россия должна была, советская Россия, бывшая Российская империя, должна была существовать как-то вот в враждебном капиталистическом окружении. Мировая революция не случилась, хотя к себе еще отчет так вот в массово никто не отдавал. Ну, что значит массово дать себе отчет? А напрасно делали революцию. Напрасно пролили море крови, своей и кровью врагов. Напрасно страна оказалась разрушена. Не стартовала революция. Но, тем не менее, этот процесс еще шел по инерции. Надо было как-то создавать вот начало новое, да, как союз, союз советских социалистических республик. На тот момент, значит, когда большевики боролись за, значит, светлое будущее, и они опирались на помощь любых союзников, в том числе в качестве союзников использовались разного рода, как потом их называли, буржуазных националистов. Вот так вот Финляндия отделилась от Советского Союза, от тогдашней России, так Польша отделилась, так отделилась тогда Прибалтика. Там вот совершенно буржуазные правительства пришли. Их иногда называли, ругались, белофины, белополяки, да, вот, это такое было выражение, белокитайцы, вот, но шутники говорили, да, говорил этот самый Маяковский. У него был персонаж такой в одной из его буфонадных комедий, белый негус, вот, белый негус был, вот, белонегры, короче говоря, вот, могли появиться рано или поздно. Вот, но, значит, ну, это такое просто тогдашнее вот политическое клише, белые плохие, красные хорошие. Так или иначе, возникли к тому моменту несколько республик социалистическая ориентация, там, где у власти были коммунисты, ну, вернее, большевики, скажем так, члены, вот, социал-демократической партии, белорусская, украинская и закавказская, закавказская федеративная республика. Это вот то, из чего, то она состоит из Грузии, состоял из Грузии, Армении, Азербайджан. Вот, ну, и РСФСР, российская, советская, социалистическая, федеративная республика, ну, все как положено. Вот они вот были у нас, надо было их объединять. И вот договор союзный был подписан этими республиками. Ну, сцена подписания договора, вот, в общем, как-то не очень сильно она воспета в живописи. Дело в том, что там все-таки Сталин играл главнейшую роль, а тут вот пришлось, видите, подписывать союзный договор, как говорят там всесоюзные староста, Михаил Иванович Калинин. А там вот за его спиной стоит Сталин, да, вот там вот с усами. Ну, идеологическая, значит, подоплека была такой. Значит, различия были в понятии, значит, Ленина и Сталина насчет того, каким должно быть будущее советское государство. У Сталина была идея, так называемой, автономизации. Вот вы отдельный народ, у вас будет некая автономность. Вы можете вот в автономность в области образования. Такая автономия, которая была когда-то в Австро-Венгерской империи. В Австро-Венгерской империи, ее называли Лоскутной империей, это вся центральная Европа, вот, входила в нее состав, в ней Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, часть Польши, Венгрия, по-моему, какой-то кусочек Румынии, практически почти все югославские страны, те, которые сейчас образовались на руинах, распавшись Югославии. Это вот все входили вот в состав Австро-Венгерской империи. И Австро-Венгерская империя старалась вот с национальностями всеми значительными ладить. У них была некая своя автономия культурная, национально-культурная, школа на своих языках. Вот так вот было. Это немножко раздражало, значит, немцев, австрийцев, которые, вот, как сказать, государствообразующие нации они были, потому что они столько льгот не получали, сколько получали вот представители вот этих вот меньшинств национальных, да, скажем так. Вот, это вот называлось автономия была там. Ну и примерно вот по мотивам этой автономии хотел, Сталин предлагал создавать автономные вот республики в составе вот нашей будущей страны, которая стала СССР. Ленин был с этим не согласен. Он видел, что в нашей стране очень много, в нашей стране, в Российской империи, очень большой перепад по степени социального развития, по степени развития пролетариата в различных ее частях. Одно дело пролетариата там российский или украинский, там, значит, вот шахты Донбасса, заводы Харькова, заводы, значит, киевские, да, а другое дело там где-нибудь вот глубинка какая-нибудь, понимаете, среднеазиатская, там с этим делом туго. Там еще пережитки феодально-байских отношений, как говорили раньше, очень разным. И вот он предлагал все-таки деление, деление на отдельные республики, и каждая республика сама занимается своими делами. Такая вот независимость общая только что у этих республик, общая объединяющая, значит, внешняя политика, то есть Министерство иностранных дел и армия. Это вот то, что их должно защищать. Вот эти вот социалистические республики, которые строят социализм, строят светлое будущее. Ну и, соответственно, как сказать, присоединение других республик новых, может быть, Польша, может быть, Финляндия, может быть, Прибалтика, может быть, Германия, Франция, Англия, оно не будет выглядеть как какое-то вот поглощение, оккупация, просто вступление в союз, да, в союз, в котором, значит, делегированы полномочия только, значит, какие? Военные, охрана, защита государства, и делегируется полномочия, значит, представление во внешних сношениях, так говорят, инистерство иностранных дел. Ну вот это вот такая была идея Ленина. Ну, Сталин, он формально с Лениным согласился, но сделал все по-своему. Вот эти вот республики, из которых я вам сказал, четыре республики образовали Советский Союз. Герб, это тот герб Советского Союза, с которым вот я, значит, уже жил, при котором жило мое поколение. Вот обратите внимание, на этом гербе земной шар, целый земной шар, на его фоне серп и молот. Давайте посчитаем ленты, которые увивают пучки, как это, снопы колосев. Левый, значит, сноп, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, правый сноп, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, четырнадцать. И внизу большая шикарная лента, там на ней на русском языке видно, написано, пролетарии всех стран соединяйтесь. На остальных лентах, на языках других четырнадцати республик, написана та же самая фраза. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Но обратите внимание, пролетарии всех стран, а не только стран, которые входили в состав Российской империи. То есть это вот должно было, мнило, как сказать, предполагалось, как объединение будущей, будущей зародышей, с которого должна, вот, в конце концов, мировая революция сформировать, вот, всемирный союз рабочих и крестьян. Вот так вот. Ну, надо сказать, что, когда он только образовался, союз, значит, республик было меньше, то есть языков было меньше. Пятнадцать республик – это то, что было в момент распада. Это не максимальное количество, максимальное было шестнадцать, да. И откуда республики брались? Ну, вот, если, например, четыре республики – Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, они вот присоединили их, да. Молдавию, когда-то эту территорию, Бессарабия она называлась, эту территорию, когда-то в восемнадцатом году Румыния включила свой состав, оторвав ее из состава Российской империи, а когда-то еще во времена Суворова Российская империя оторвала этот кусочек у Турецкой империи. Ну, там православное христианское население обитало, ну, и, в общем, как-то естественно было ее включить в состав православной, под руку православного царя ее ввести, тогда так казалось. Ну, и вот это вот включено было. А все остальные республики откуда взялись? А их вычленяли из состава других республик. Ну, во-первых, Закавказская федеративная социалистическая республика вот разделилась на три республики Грузию, Армению, Азербайзан. От Российской федерации стали, значит, отделять азиатские республики. Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан. Это все вот когда-то были элементы Российской империи. Нужно было отделять. Границы проводились, ну, ногтем. Особенно не смотрели. Из политических соображений. А вот давайте вот в этот состав такой-то республики введем вот этот город. Да, он как исторически вроде как не населен титульной нации, принадлежащей республике, но он промышленный. Иначе где же там промышленность-то будет, где же там будет пролетариат? Не будет там пролетариат. Давайте введем туда, да? В момент, когда Советский Союз претендовал на Финляндию, помните, была Советско-финская война, в тот момент была создана Карелло-финская СССР, Карелло-финская Советская СССР Республика. Вот она, пожалуйста, 16-я республика. Что, дескать, вот Финляндия просто войдет в ее состав и все. Неестественным образом. Да, вот так вот предполагалось, мнилось. Но потом она от этой республики перестала быть отдельной республикой. На ВДНХ, там, на выставке достижения народного хозяйства, там были павильоны не только по отраслям хозяйства, там, скажем, атомной промышленности или что-то еще, а были павильоны республиканские. Там вот был павильон Карелло-финской СССР, да, такой очень симпатичный павильон. Потом в нем был павильон Советской Печати, по-моему. Вот. Вот. Так вот. Ну, захотели, сделали республику, захотели, не сделали республику. Сами понимаете, что вот так просто вот захотеть территорию передать из состава одной республики в другую. Есть вот территории в составе бывшей СССР, которые неоднократно переходили из состава одной республики в другую. Вот Каракалпаки, например. Ну, про Крым вы знаете, да. Ну, захотело правительство, передало. Ну, так это все было. Весь этот Советский Союз, честно говоря, воспринимался ими как некая фикция. Вот, кстати, полюбуйтесь, это герб РСФСР. Вот, герб РСФСР. На гербе РСФСР тоже есть серп и молот, и тоже есть восходящее солнце, солнце новой жизни. Но никакого земного шара тут не просматривается. Вот, заметьте. Это, в общем, достаточно такой вот обычный государственный герб. Вот как-то интересно очень вело себя центральное наше правительство. С одной стороны, оно, центральное правительство, поощряло развитие национальных языков, национальной культуры, создания литературы, театра, кино на языках вот этих союзных республик. У нас, кроме, значит, киностудий, которые функционировали на территории РСФСР, то есть Мосфильм, Ленфильм, Союз Детфильм, киностудий имени Горького, фильмов для детей и юношества, киностудии в городе Свердловске, Свердловские киностудии. Были киностудии во всех республиках, да, пожалуйста, Азербайджан фильм, Грузия фильм, Армен фильм, Таджик фильм, Киргиз фильм, Казах фильм, все были вот везде, свои киностудии были. Это, кстати говоря, здорово на самом деле. Было то, что вот такое вот вовлечение народов в культурный поток, да, так или иначе. Ведь эти народы все стояли на разных ступеньках социального развития, да, исторического развития. И вообще реально советская власть это дело очень сильно подстегнула. Но с другой стороны, значит, шла борьба с так называемым буржуазным национализмом. Людей сажали, расстреливали, все как положено. Это были такие, еще те времена были. Ну, когда-то попозже уже не расстреливали, когда-то попозже уже не очень сильно сажали, а все вот пытались убедить. Да, ну, призывали к порядку, да, конкретно. Вот с одной стороны. А с другой стороны вот этот вот процесс. Ну, как-то вот с одной рукой давали, другой рукой вроде как отбирали. То ли одной рукой кормили, другой гладили, то ли за шкирку держали, я не знаю. Вот какая-то такая была, такая была какая-то позиция, да. Подошло дело к перестройке гласности. Я уж сейчас затрудняюсь сказать по каким причинам, но страна вступила в эпоху неких экономических передряг. Первая запомнившаяся нам передряга, такая вот сверху идущая, ну, снизу идущие передряги, это как-то более-менее, это, ну, это что это, приходится мириться, там, не урожай, или там что-то там мало производится. Это была, так называемая, Павловская денежная реформа. Павлов тогда у вас был премьер-министр. Вот полюбуйтесь, это очень уважаемая купюра, 50 рублей, такая очень красивая купюра, это было очень много. Зарплата минимальная была 60 рублей. Студент получал 75 рублей на старших курсах, если он отличник, если не отличник, 60, а 55 рублей получал он на младших курсах, если хорошо учился, кстати говоря. Ну, это в самых хороших таких вузах, вы представляете, были стипендии по 25, по 30 рублей, а это вот 50 рублей крупные купюры. Так вот, Павлов придумал некую такую реформу. Вдруг резко, 50 и 100 рублей самой крупной купюры, изъятие из обращения. Вечером, поздно вечером, объявили, что, значит, с 12 часов ночи прекращается, значит, действие купюр по 50 и 100 рублей. Все. Наутро на следующее, об этом несколько сказано было иначе, о том, что они подлежат обмену. Только как-то вот определенно, вот приходишь на работу, да, со всеми своими 50 и 100 рублевками, и начинаешь, значит, комиссия должна работать. А поменять тебе или не поменять, да? Комиссия должна определить, стоит ли вот этому Ивану Иванову менять его 50 тысяч с 100 рублевками или не стоит. А? Откуда тебе, Иванович, такие деньги? Ну, честно говоря, комиссии эти все как-то свои были люди, они его всех пропустили, естественно, в конце концов. Но ранним утром, вот того дня, когда это уже 50-100 рублей перестали ходить, я ехал на первой электричке, эти люди были очень скучные, вот все. Контраст такой был, я каждый день ездил на электричках на ранних, а это вот как раз вот все были, ну, очень скучные, повлияло очень здорово. Были выпущены новые 50-рублевые купюры, вот посмотрите, чем они отличались. Вот это вот 50-рублевая купюра, так сказать, старая, ту, которую изымали из обращения, а новые купюры, их называли еще Ленин в Сарафане. Они, посмотрите, какие интересные были. Вот по нижней графе, по нижней границе шел такой красивенький узорчик, да? Цветной узорчик, из-за этого назвали Ленин в Сарафане. Вот 100 рублей, старые 100 рублей, а вот новые 100 рублей, видите, вот покрашенные внизу, да? Их стали называть Ленин в Сарафане. Вот, 50-100 рублей изъяли из обращения. Вот, вот они вот, 100-рублевки. Виньеточка появилась со 100 рублями. Немножко цвет изменился. На массовое общественное сознание это событие произвело очень тягостное действие. Дело в том, что люди перестали доверять деньгам. Если раньше, ну вот, люди, которые копили деньги, они копили вот в этих купюрах. 150 рублей. А сейчас как? Ну, если один раз это сделали, один раз кинули, пообещали. Вы же впечатление это было! А потом приходилось это как-то, в общем-то, обменивать их все-таки еще, менять, какие-то комиссии проходить. А были люди, которые были в командировках. А были люди, которые вот не могли сейчас прийти, они где-то были вот в отъезде. Ну, в общем, это было, так сказать, шоковое вообще действие такое. Потом люди долго находили где-нибудь свои заначки. А, вот они 100 рублей пропали, а уже не меняют. Вот, спрятанные где-нибудь в надежном месте, на самый крайний случай, и забытые там, да. И началась такая вот погоня. Вот, получил деньги, сразу что-нибудь покупать надо. Превращать в товар. Товар будем менять. И началась эпоха бартера, бартерных сделок. То есть, товар на товар минует деньги. Очень популярно стало у предприятий. Значит, мы продаем какой-нибудь товар, кому-нибудь поставляем, а вы нам что-нибудь поставьте навстречу. Какой-нибудь товар, который мы можем продать нашим рабочим и служащим. Оттоварить их в зарплату. Появились такие вот приглашения, назывались они, с которыми надо было идти в магазин. Вот есть у тебя приглашение вот из одного города, в другом городе тебя уже с этим приглашением в магазин не пустят. Появились талоны на что-нибудь там, на сахар, еще на что-то. Ну, очень возрождение карточной системы. Приезжаешь в чужой город, там уже ничего не купишь. Ну, как-то все это обходили, доставали приглашения местные там. Ничего хорошего в этом не было. Вся страна забурлила. Плюс к этому тут еще у нас была гласность, да, так называемая. Стали писать более-менее откровенно то, что раньше не писалось. Стали рассказывать про, будем называть все своими словами, преступления советской власти. Стали про них писать. Появилась некая внутриполитическая жизнь, демонстрации, требования, митинги. Вот такая вот грандиозная демонстрация, где-то, видите, вот в Москве, на Крымском мосту. Что-то там хотят, что-то требуют. Вот какая-то такая митинговая активность. Ситуация стала расшатываться. Возродилась у нас форма такая наша. Называлась у нас съезд советов. Если вы помните, Советский Союз был провозглашен на съезде советов. Вот после 36-го года, после 77-го года, вот такого вот органа власти, как съезд советов, у нас не было. А тут вот появился съезд советов. В эти советы депутат съезда советов назывался, да. Значит, были широкие выборы, да. Это уже вот не просто вот так вот, партийные списки. Стало очень много всяких списков. Ну, например, отдельно депутатов выбирали туда представители Академии наук, да. Но это, кстати, не новое. Вот, например, вы Ньютона знаете? Того самого Айзека Ньютона. Он, например, был депутатом Палаты общин от Тринити колледжа. Вот. Он был представителем его. Там его выбрали и вот отправили. Вот. У них свой представитель был. Вот. По разным организациям. Вплоть до общества филателистов, по-моему. Не знаю, филателисты давали своих кандидатов туда, депутатов? Или не давали? Все с советов различных областей. Началась там, значит, такая вот политическая игра. Понимаете? Того, чего раньше у нас не было. Появилась возможность говорить громкие, пылкие речи, требовать чего-нибудь такого, да, чего вы хотели потребовать раньше, но не могли. И вас поддерживали. Правильно он говорит. Любимым делом стало слушать по радио вот эти съезды советов или смотреть по телевизору. Значит, грызешь семечки и слушаешь, что же там рассказывают на съезде советов, какие требования предъявляют, кто интересно говорит, кто неинтересно говорит. Ну, в общем-то говоря, это вот так называемая публичная политика и публичные политики. В общем-то, это шоу некое, клунада, честно-то говоря. Нам про это рассказывали, про этот капитализм, у капиталистов-то это давно. Милое дело. И мы теперь много фильмов американских понасмотрели и знаем изнанку их вот этой вот системы демократии. Все там, дескать, это все куплено, проплачено. А это только шоу для публики, чтобы люди пошли и в нужную лурну опустили бюллетень, да, или там нужный значок на ней поставили, проголосовали. Не более того. И посещаемость выборов у них там очень небольшая, такая, как у нас сейчас стало, кстати, когда мы к этому привыкли. А раньше-то мы очень активны были. Очень были активны. И вот в какой-то момент... Дело было в августе 1991 года. Советский Союз уже дал трещины. Трещины прошли по тем линиям, которые когда-то партия ногтем провела по карте СССР. Потому что местные руководители, вот эти местные национальные кадры, а сейчас принято говорить национальные элиты, а раньше-то национальные кадры, почувствовали, что они могут стать более значимы. Одно дело, ты руководитель республики национальной, которого назначают и проверяют из Москвы. А другое дело, когда ты сам себе голова, член ООН, да? Это большая разница. Вот. Большие возможности открываются. Тем более, что в тот момент появились еще большие возможности в экономике. Так называемое кооперативное движение, да? Кооперация. Кооперативное движение и еще это называлось центры НТТМ, научно-технического творчества молодежи. Вот это было вот, не знаю, хочется пальцы показать, но интересное было явление. Или погрозить указательным пальцем, не знаю чего. Это комсомол. Йоу. Дело в том, что это был замечательный канал превращения безналичных денег в наличные. В старое время, в советское время, вот деньги из одной формы в другую превращались очень плохо. Причем не только наличные и безналичные, я вас умоляю. Были деньги, которые предназначены на капитальное строительство. Вот это деньги только на это можно потратить. Ни на что другое, вот, банк их не пропустит. Были деньги предназначены на оплату труда. Да, пожалуйста, плати труд. Были еще на что-то деньги предназначены, я не знаю, на покупку оборудования, канцелярские принадлежности. Все, вот только на это. Плановая экономика. А тут появилась такая возможность, ты покупаешь канцелярские принадлежности не по безналичному, то есть по перечислению, но перечисляешь их некому предприятию, которое называется кооператив. А кооператив эти деньги может взять наличными в банке. Это частные лица. То же самое, вы можете заказать какую-нибудь опытно-конструкческую работу или НИР провести, научно-сельскую работу, а оплатить ее творческому коллективу через центр НТТМ. Вот это вот первые были учреждения, которые стали заниматься, ну, по сути дела, обналичиванием вот этих безналичных денег. Это не было преступлением, ни в коем случае тогда не считалось. Ну, вот это вот факт. Вот комсомол, резерв партии, а это очень интересное отношение к комсомолу и комсомольской номенклатуре. Это вроде как с одной стороны резерв, а с другой стороны некий такой был клапан, через который вот излишки активных людей уходили вот такой вот почти в игровую область, да, комсомол. А эта игровая область стала вот очень даже экономически в тот момент. То есть, чтобы не мешались там на партийном олимпе этим старикам править, да, тогда у нас называлось геронтократия, власть стариков, да, вот они, вот мешались они. И вот к 91-му году нарастали все вот эти движения, уже у нас были частные банки, о, чего у нас только не было. Наша страна дала трещины по всем этим границам, собирались подписать новый союзный договор. Новый союзный договор, то есть взамен бывшего СССР создать нечто новое, непонятно какое. Вообще говоря, в принципе, надо было понимать, что желание многих республик стать самостоятельными государствами, оно уже было необратимым. И с ним, наверное, бесполезно было бороться, а надо было заняться культурным разводом. То есть, понять, где собственность общесоюзная, она должна принадлежать всем бывшим членам Союза, где собственность республиканская, где, чья какая доля государственных долгов перед другими странами. Ну, вот это все должно было культурный развод пройти, да. Кому должна принадлежать армия, да, вот эти вот их военные сооружения, оружие. Вот это все надо было проводить не экспромтом, а путем длительных, серьезной работы, переговоров. И республики пошли бы навстречу, раз их хотят освободить из СССР. Освободить, они же именно хотели на волю. Но темные силы, которые, значит, обозвали себя ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению, объявили чрезвычайное положение. У тогдашнего президента нашего был вице-президент Янаев. Вот он тут вот в центре дает пресс-конференцию, вот эту самую ГКЧП. Запомнили, что у него руки тряслись. Вот, тогда, когда он говорил. Объявили следующее, что сейчас, значит, по состоянию здоровья, Горбачев не может выполнять свои обязанности. Вот, ну, как-то вот Горбачев находился на своей государственной даче, так сказать, в Форосе, в Крыму. Вот, он был изолирован от общества. Ну, не в кандалах сидел, но тем не менее. Вот, один из охранников из подручных материалов собрал радиоприемничек и слушал западные голоса. Через них он, значит, узнавал, что же происходит в Москве. В Москве, значит, центральное телевидение передавало постоянно какие-то, значит, балеты. Вот такие всякие вещи. Народ-то возмутился, надо сказать. Народ-то возмутился и с этим не согласился. И во главе этого возмущения встал президент Российской Федерации Ельцин Борис Николаевич. Войска были введены в город, чтобы их не пропустить. Видите, вот, баррикады были созданы, вот, из автобусов. Это где-то вот в Москве такая вот такого рода вот баррикада. В военном мне очень хотелось осуществлять какие-то полицейские функции. Я был в тот день в Москве. По Москве катались боевые машины пехоты с места на место. Какие-то непонятные были их передвижения. Беспорядочные, не совсем внятные, для чего они, куда едут. Приедут на одно место, потом уедут в другое место. Военным не хотелось ничем этим заниматься. Тем более не хотелось им штурмовать Белый дом. Вокруг Белого дома сразу собралось много народа. Защитники Белого дома, Живое кольцо это называлось. И вот эти вот руководители ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению, в который входил и министр обороны, в него входил и руководитель КГБ, Комитета госбезопасности. Такое впечатление, что они бездействовали. Или они действовали, а вот нажимаешь на кнопочку, а там контакта нет. То ли вот так вот у них происходило. Сейчас это сказать сложно. Дело в том, что значительная часть населения очень испугалась вот этого поворота дел, этих танков. Это какой-то вот в регионах, в небольших городах сразу начались какие-то проверки. Проверки начались. Это вот танки в Москве. Это вот Борис Николаевич выступает перед своими последователями, приверженцами около Белого дома. Вот в Белом доме, там было правительство РСФСР. Это их Белый дом. Вот он выступает стоя на танке. Танки, которые приехали то ли для охраны Белого дома, то ли для его штурма Белого дома, они вот стали вот вместе с защитниками Белого дома его защищать. Переходили, значит, военные на сторону защитников Белого дома. Защитники Белого дома, стихийно, стали использовать старый дореволюционный флаг. Назывался он торговый флаг. Он не был государственным, он был флагом торгового флота российского дореволюционного. Вот. И этим флагом когда-то пользовались белогвардейцы. Под этим флагом когда-то сражалась армия Власова. Ну, а теперь вот их у нас взяли на, так сказать, в качестве государственного символа он стал этот флаг у нас. Я помню, люди, члены советов местных в советской власти, тогда же еще была, приходили на работу вот с ленточкой из такого вот цветов флага. Эта ленточка еще осталась от дедушки, который был у Белых. И вот он сохранил, пронес через годы советской власти эту ленточку. Да. Такие были очень романтические времена. Время больших ожиданий, да. Вот люди ложились смело перед танками. Танкисты их боялись их давить. Ну, даже как в черном перу похмели, да. Это чем-то мне напоминало позицию большинства военных, которых отправил Хрущев порядок наварить в городе Новочеркасский. Большинство военных, я помню, они заблудились. Сказали, что взбились с пути. Попали в затор. И их части, вот, не пришли в Новочеркасск. Да, вот так вот, да. Вот. Ну, и вот так вот появился наш современный флаг российский. Белый, красный и синий. Белый, лазоревый и красный. Значит, как вот там в царское время-то объясняли, красный – это народ, лазоревый – это дворянство, голубая кровь, а белый – это духовенство. Вот. Сейчас я не знаю, как объяснять снег, небо и не знаю, что еще красный. Народ, кровь, наверное. Вот. Не знаю, как сейчас это объяснять. Да, из городов других, вот, ну, были центральные России, собирались отряды вооруженные, ну, там, типа МВД, отправлялись на помощь защитникам Белого дома в Москву с оружием своим штатным. Вот такой был вот процесс. Ну, это была революция. К счастью, почти бескровная. Почти бескровно три человека все-таки погибли. Какая-то техника маневрировала там, значит, по Садовому кольцу и проспекту, в районе Кутуцкого проспекта, вот, три человека погибли. Три человека погибли. Вот. Это вот были жертвы революции. Ну, не скажу, что к счастью, но вот, это жертвы, это все равно плохо. Иначе бы это была такая опереточная, очень радостная революция, бескровная. Ну, вот это вот омрачено было. Ну, с другой стороны, это единение, государственные похороны для них были устроены. Государственные похороны. Это печально. А из Крыма вернулся президент СССР, Горбачев. Вот он, в летней такой вот курточке, спускается по трапу самолета. Вот, обратите внимание, кто есть кто. Сзади идет его супруга, наверное, с внучкой своей, скорее всего. Значит, вот они идут. А он, значит, в летнюю курточку, улыбаясь, спускается. Обратите внимание, с ним рядом идет мужчина. Мужчина вниз смотрит в черном пиджаке, с галстуком и с автоматом в правой руке. Вот плохо он так расглядывается. Были более интересные снимки, когда вот он как раз в окружении этих мужчин только-только вышел на трапу самолета, они были в газете. Вот, к сожалению, я сейчас их в интернете нигде не нашел этих снимков. А там сразу было видно, что это за мужчины. Это были мужчины из Рязани. Там в Рязани было такое училище МВД, называлось оно, да? Тогда это называлось МВД. Сейчас оно принадлежит Министерству юстиции. Дело в том, что это было единственное, по-моему, в социалистическом лагере высшее учебное заведение, которое училось, готовило сотрудников, сейчас попробую выговорить это слово, пеницитарной сферы, да? То есть, мест лишения свободы. Вот, то есть, тюремщики с высшим образованием. И вот преподаватели этого вуза, взяв свои штатные автоматы, их губернатор Рязани отправил на помощь Ельцину. А Ельцин их отправил как раз на самолете в Крым забирать оттуда Михаила Сергеевича Горбачева. И вот он, значит, в сопровождении профессоров, так сказать, тюремного дела, вот спускался по трапу самолета. Вот такая вот была вот тогда история. Все это был такой вот подъем душевный. Люди к себе друг к другу были очень всегда все расположены, симпатичные. Друг друга всегда приветствовали. Во всех городах, значит, опечатали партийные здания, там какую-нибудь библиотеку. Партийный, там, кабинет партийного просвещения опечатали. Вот партию запретил, коммунистическую партию запретил Ельцин. А вот дальше вот началось следующее. К концу года, к концу года, к концу 91-го года сложилась не очень веселая ситуация. На местах в республиках власть переходила в руки местных руководителей. И вот в Белоруссии, вот в таком вот охотничьем домике, собрались представители Украины, России и Белоруссии. Вот они. И подписали соглашение. Соглашение, которое ликвидировало Советский Союз. О распуске Советского Союза. И такая вот терапевтическая мера, такая вот отвлекающая повязка, обезболивающая, называлось. Создали они некое новое образование на его месте. Вот Независимых Государств, Союз Независимых Государств, СНГ. Это чисто такое вот, никакое совместное, совместного руководства там нет, никаких органов над отдельными республиками нет. Ну, это вот просто так вот, чтобы вот, не сказать просто вот, нет теперь больше СССР, а теперь СНГ. Ну, вот это вот случилось. Люди поаплодировали своему решению после подписания. И в декабре 91-го года, спустя сколько, 69 лет, да, 69 лет после того, как в 22-м году образовался Советский Союз. Советский Союз образовался, договор был подписан в здании Большого театра. Тогда там в Большом театре все эти съезды проводились. И тут вот над Кремлем был спущен флаг СССР. СССР перестал существовать. Последний президент СССР, он и первый, остался, значит, без работы. От СССР только осталась символика, воспоминания. Уже к этому времени, уже и официально, стали жить мы в отдельных странах. Каждые страны стали независимыми государствами. Ну, вот это вот, долгое время границы были очень проницаемы. Мы как-то не могли поверить, что мы вот эти границы административные, которых мы раньше не замечали, стали государственными. Занимались своими делами. Валюта одна и та же ходила. Хотя на местах стали вводить свои денежки, да, свою валюту. Вот местные там, как они их называли, какие-то чеки, купоны там. Вот. Это такой был период неразберихи. Начались 90-е годы, да, 90-е годы. Это вообще обычно их сейчас вот иногда ругают, да, говорят, мрачные годы. Ну, трудно вам не сказать. Вот я маленькую такую аналогию попробую провести. Вот представьте нашу древнюю историю. Кто были князья? Бандиты были. Однако они создали ту страну, в которой мы живем. А вот кто были в 90-е годы, были авторитетные предприниматели, а? Кто были они? Но ведь они создали ту страну, в которой мы живем. Так или иначе. Так или иначе мы тут живем. Вот какое дело-то. Так что не надо плевать в прошлое, она может в ответ что-нибудь тоже с нами нехорошее сделать. Удачи вам, всех благ, до следующей встречи.